Волгоград 1 Динамо Синара В очередном туре Суперлиги Волгоградская Динамо Синара встречалась в гостях с лидером турнирной таблицы – командой Ростов-Дон. Понятно, что ростовский коллектив выглядел явным фаворитом данного противостояния, но как минимум в первом тайме белоголубые сумели дать бой сопернику. Даже счет в матче был открыт с точного броска игрока Динамо Синара Марины Судаковой. В первые минуты встречи шла качельная игра, но постепенно Ростов-Дон все же начал прибирать синий тип поединка в свои руки. Тренерский штаб Волгоградской команды среагировал незамедлительно. Рулевой Динамо Синара Олег Кулешов по ходу первого тайма активно брал таймауты. На перерыв команды ушли при счете 17-14 в пользу ростовчанок. Во второй половине встречи хозяйки продолжили доминировать на площадке. Было заметно, что Ростов-Дон значительно прибавил. Игроки Динамо Синара после перерыва лишь 4 раза поразили ворота соперника. В то же время как ростовская команда совершила 14 точных бросков. В итоге белоголубые потерпели поражение в этой встрече со счетом 31-18. К сожалению, очень много игр таких, где понятно, что те команды, как Ростов, Класс, ЦСКА, Лада, где если у нас получается, мы остаемся в игре, то это должно все сложиться. Мы должны в защите играть. Пусть там где-то, может, Ростов сегодня недонастроился. Можно, конечно, сказать, что девчонки молодые, талантливые, красивые. И когда-то у них все придет. Но, к сожалению, спорт такая вещь, что нужно сегодня и сейчас. И, конечно, мы над этим работаем. Таким образом, на счету Динамо Синара уже 8 поражений в этом сезоне Суперлиги. Однако на турнирное положение белых-голубых осечка в Ростове-на-Дону не повлияла. Волгоградская команда по-прежнему занимает 7 место. В следующем туре Суперлиги Динамо Синара у себя дома примет Астраханочку. Игорь Ичмнев, телеканал Волгоград1. В Волгограде состоялись уже традиционные соревнования по танцевальному спорту. Состязания включали в себя как европейскую, так и латиноамериканскую программы. Смотрим сюжет. В Волгограде прошли региональные соревнования категории «Б» по танцевальному спорту. Площадкой состязаний выступила спортивная школа Олимпийского резерва номер 21. Соревнования длились два дня. В нашем регионе популярны в принципе все дисциплины. Конкретно сегодня у нас пройдут очень много первенств в латиноамериканской программе. У нас есть вице-чемпионы чемпионата России Иван Решетников и Елизавета Харина. Соревнования по танцевальному спорту являются уже традиционными для нашего региона. По словам танцоров, организованы подобные состязания всегда на высшем уровне. Представители различных клубов Волгоградской области стремятся показать здесь все свои навыки, наработанные в ходе регулярных тренировок. Я всеми доволен, все на своем уровне хорошо танцевали, нормальные результаты показали. Всегда нравится и интересно видеть, как у детей получается что-то, как они преодолевают себя, заставляют себя, превозмогают какие-то трудности. В соревнованиях были представлены европейская и латиноамериканская программы, а также так называемые двоеборья – состязания по сумме двух программ. Помимо жителей Волгоградской области, в турнире приняли участие представители соседних российских регионов. Танцы довольно интересны, вид деятельности, постоянно что-то новое, так что мне нравится. Это погружение на паркете в другой мир, что-то новое, такие ощущения непередаваемые. Танцы – это не только спорт, но еще и красивое зрелище. Безусловно, зрители, присутствующие на данном турнире, остались под большим впечатлением от увиденного. Игорь Ичмнев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Также на днях в областном центре прошел межрегиональный турнир «Герои Отечества». Волгоград вошел в число 15 городов России, где состоялись данные соревнования. Город-герой принимал состязания по рукопашному бою. Узнаем, как это было. В Волгограде состоялся межрегиональный турнир «Герои Отечества». Соревнования были посвящены участникам специальной военной операции. В формате телемоста турнир прошел одновременно в 15 городах России – от Владивостока до Архангельска. Организатором состязаний выступил спортивно-патриотический клуб «Яропок». «Замечательно, что это мероприятие проходит одновременно во многих регионах страны. Можно пообщаться, можно чему-то научиться, обмен опытом, поддержка друг друга. На самом деле это очень замечательно и грандиозно». Символично, что турнир прошел в День Героев Отечества. В межрегиональных состязаниях были представлены 9 дисциплин. Греко-римская и вольная борьба, самбо, бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион, карате, кеоквусинкай и тэквондо. Площадкой соревнований в Волгограде стал спортивный комплекс «Динамо». В нашем городе состоялись поединки по рукопашному бою. «Рукопашный бой – это один из таких прикладных видов спорта, который в нашем регионе, в нашем городе особенно развит. Он, естественно, используется во всех наших правоохранительных силовых органах. И всячески мы стараемся его развивать и в наших спортивных школах, в школах Олимпийского резерва. Поэтому этот вид спорта представлен очень развит. У нас богатые традиции, и тренерские традиции, и спортивные традиции». Участниками соревнований стали спортсмены в возрасте от 8 лет до 21 года. В турнире, помимо жителей нашего региона, состязались и бойцы из Ахтубинского района Астраханской области. «Турнир представлен спортсменами с различных районов нашей Волгоградской земли. То есть, то же самое удаленных мест, и Быково, и Михайловка, и самого города Волгограда, и города Волжского, очень много клубов». 230 спортсменов заявились на турнир. 20 клубов выставили своих лучших бойцов. «Меня привели родители. Начал заниматься здесь, в Динамо, 7 лет. Уже 20 лет я занимаюсь, и сам стал тренером». «Рукопашный бой – это же не только удары, не только борьба, это все вместе. Мастеров спорта выполняют, и наши уже 18-летние парни идут в армию с мастерами спорта. После они идут уже служить, вооруженные силы, идут также в МВД. То есть, очень полезно и для физического развития, и для карьерного роста уже дальнего». Соревнованием в Волгограде предшествовала торжественная церемония открытия. Перед зрителями выступили курсанты Волжской средней школы номер 9, воспитанники военно-патриотического центра «Витязь». После чего курсант третьего класса Александр Кипари прочитал стихотворение «Россия». К слову, стихотворение было написано отцом курсанта Виктором Кипари. «Там ангел света в голубом берете, свинцовых стрел исчерпав свой запас, пожив лишь 25 годков на свете, позвал к себе огонь и многих спас. Там соколы парят крылом сверкая, без экивоков и без лишних слов, с собою нечисть в бездну забирая, лишь крикнут «Это вам за пацанов!» Там гордый барс, попав к шакалам в лапы, не опустил горящий гордый взор. Лишь братьям прилетели постулаты «Работайте из дагестанских гор, и братья помнят и несут достойно героев павших позывные имена. Их не сотрет из памяти народной безжалостная страшная война». Также в ходе торжественной церемонии открытия присутствующие стали зрителями показательных выступлений воспитанников клуба десантного профиля «Витязь». В числе почетных гостей турнира были и те, в честь кого проходили данные соревнования – участники специальной военной операции. После завершения телемоста стартовали непосредственно поединки, которые судили опытные действующие спортсмены. «В детстве решил заняться спортом, родители отвели именно секцию рукопашного боя. Я сначала пробовал дзюдо заниматься, когда был ребенком, еще, наверное, было скучновато, потому что ничего не умел, не бороться. А как бы пришел рукопашный бой, там можно бить, и как-то, может быть, мне это ближе было». «Больше в стойке люблю поработать, в борьбе, если приходится, тоже рукопашный бой совмещает в себе и ударную технику, и борцовщую технику. Вот сейчас занял второе место в чемпионате России, отобрался, получается, на Кубок мира с следующего года, 24-го. Хотелось бы его выиграть, выполнить норматив мастера спорта международного класса». Спортсмены в ходе поединков стремились продемонстрировать все свои навыки, показать все, на что они способны. Зрители увидели мощные удары, виртуозную технику, эмоции бойцов. Пока это все спортивные события, о которых хотелось бы рассказать. С вами был Игорь Ичмнев. Увидимся в следующем выпуске. И помните, движение – это жизнь.